Меня зовут Наталья Берченко. Я являюсь директором научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь. И сегодня мне хотелось бы поговорить о том, что затрагивает интересы каждого гражданина нашей страны о развитии регионов и об экономике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова комфортных условий для работы, ведения бизнеса, самореализации и комфортной жизни людей в любой точке страны. Идея понятна, очень хорошая идея, забота о человеке и о комфорте. Что представляет собой эта концепция и почему она появилась только сейчас, только в этом году? Раньше не думали о комфорте в регионах. Спасибо за внимание к этому вопросу. Это действительно вопрос не сегодняшнего дня. И забота государства о том, чтобы человеку жилось в любой точке нашей страны хорошо, она имеет долгую историю. И региональная политика – это не что-то новое, что сегодня только появилось в поле зрения государства. Другое дело, что вот этот аспект, он не имел такой вот оформленный, как говорится, документа, которым было бы расписаны все аспекты региональной политики. То, каким образом регулировалось развитие регионов в форме программ, в форме нормативных актов отдельных, которые касаются каких-то регионов страны, где наиболее сконцентрированы проблемы, или есть ресурсы уникальные. Мы можем вспомнить и программу возрождения села, это такой первый территориально ориентированный документ, программу развития малых и средних городов, это еще вот 2007-2012 годы. Затем появились программы также, вот развитие Полесского региона, нормативные акты, которые давали какие-то преференции, вот по территориальному принципу, для инвестиционных проектов, для вложений в основные средства, различные льготы. И вот с каждым, наверное, периодом пятилетним масштаб помощи регионам каких-то особых мер, он расширялся. Есть территории со специальными правовыми режимами, это и свободные экономические зоны, и зона особая, бременно Орша, и Августовский канал, там свои режимы инвестирования. С другой стороны, есть программы и комплексы мер, которые ориентированы в юго-восток Могилевской области, Оршанский регион, такой пилотный проект, который вот комплексно подошло государству, объединило усилия всех ведомств, и, собственно, какие-то уникальные пилотные решения там опробованы. И надо сказать, что масштаб вот этих вот различных уже льгот и преференций достиг такого уровня, что пора уже придать этому систему и, собственно, выразить эту политику государства в отношении регионов вот таким комплексным документом. Ну, то есть все было разрознено, да? То есть нельзя сказать, что о регионах не заботились, не думали о их развитии. Нет, конечно. И сейчас вот в этой вот концепции тут уже четко определило государство объекты регулирования, да? То есть по какому принципу? По тому, какие ресурсы, какой потенциал у каждой территории. В этой концепции выделено шесть типов территорий, и для них специальные режимы. А самое главное, что концепция дает, она объединяет разные виды политики, то есть придает им такой синергетический взаимодополняющий характер. То есть мы говорим, что развивать регионы важно не только предоставляя какие-то льготы, но и реализуя меры в других сопряженных видах политики. Это и кадровая политика, и социальная политика. Одним из успешных примеров того, как влияет инвестиционный проект на развитие территории, это создание завода металлопрокатного, завода белой жести в Миорах. Это действительно территория, которая не предполагала создание такого промышленного предприятия, но с его появлением регион получил новый импульс к развитию. Это и высокооплачиваемые места, это развитие инфраструктуры для обеспечения деятельности и обслуживания населения. И, конечно, сейчас уже Миоры – это не аграрный район, а действительно регион с перспективами индустриального развития. Вот без этих преференций регионы не способны развиваться? Им обязательно нужны какие-то льготы? Основной момент – это, конечно же, инвестиции. То есть без того, чтобы развить базу производственную, говорить о том, что жизнь появится и возродится, трудно, потому что всё-таки человека прежде всего интересует уровень дохода, который он может получить, заработать, и те условия жизни, в которых он находится. И вот, собственно, два вот этих аспекта, на них и направлена вся концепция. Наталья Геннадьевна, пока мы далеко не ушли, вот остановимся немножко ещё на программах, которые Вы назвали. Они все реально на деле работают? Да, сейчас ещё реализуются программы, ещё не закончилось их действие. И да, все они реализуются. Крайней мере, программа «Возрождение села». Нет, «Возрождение села» – это… Мы можем увидеть, что действительно работает. Это уже закончилось, но результаты этой программы мы видим, что агрогородки, которые в первую очередь были созданы, и те вложения в развитие производственной базы сельского хозяйства, это, конечно же, эффекты мы имеем и сейчас. А мы можем сказать, что вот эти агрогородки, создание их, да, это вот прям белорусское ноу-хау? Это действительно белорусское ноу-хау. Если вот Вы вспомните, когда к нам приезжали представители регионов Российской Федерации, то для них вот этот подход, он был как новшество, и они перенимали этот опыт, то есть просили там и у них, как это развернуться, да, и создать такие объекты, где вот действительно комплексный подход к развитию населённого пункта. Ну вот как хорошо. То есть программа «Возрождение села» закончилась, но продолжаем пожинать плоды, результаты, и опыт перенимают наши соседи. Наталья Геннадьевна, если мы говорим о количественном составе наших городов и населённых пунктов, то есть есть города, допустим, 80+, есть гораздо поменьше. Вот эта концепция, о которой мы говорим, и стратегия для одних и для других, она одна и та же или отличается? Она, конечно, отличается, и это вот самый важный элемент этой концепции, да, что мы дифференцированно подходим к развитию различных типов территорий, да, мы понимаем, насколько, какой потенциал в них заложен, и как его эффективно использовать для того, чтобы действительно добиться поставленной цели. Города 80+, они рассматриваются как драйверы вот этого решения той задачи, которая поставлена, что создать альтернативу Минску и областным центрам на другой территории страны, создать новые такие вот индустриальные центры, которые бы действительно приблизили высокооплачиваемые рабочие места, услуги современного качества к тому месту, где проживают люди, чтобы вот столица не забирала на себя все ресурсы страны и областные центры. Но это должны быть именно индустриальные центры, да? Города 80+, позиционируются именно как индустриальные центры, то есть основной их потенциал это промышленность и более того, высокотехнологичные производства. На это вот нацелены как бы меры, которые предусмотрены концепцией, предлагаются концепции, чтобы именно придать импульс более ускоренному развитию этих территорий, привлечь туда высокотехнологичные инвестиции. А как вот, смотрите, сейчас во времена санкций, они не помешают, потому что вот эти уникальные производства, высокотехнологичные. Мы же знаем, что многое оборудование поставлялось ранее из ныне недружественных нам стран. Что делать сейчас? Да, вот это, конечно, очень важный вопрос, момент. Действительно, в значительной степени мы раньше ориентировались на вот это вот импортное оборудование. Но с другой стороны, вот санкции, они, ну как всегда, в период кризисов открывают новые возможности. То есть это огромный импульс дало взаимодействию в рамках союзного государства, в рамках ЕАЭС. И сейчас вот те программы импортозамещения, которые продвигаются, реализуются, они как раз-таки дают новые, более широкие, на мой взгляд, возможности для наших предприятий в регионах. Потому что мы заранее видим, для кого нужна эта продукция внутри вот этого вот пространства союзного государства и шире. Вот, поэтому и с одной стороны препятствия, с другой стороны возможности. Поэтому я думаю, что наоборот будет успех в этом направлении. Ну главное, чтобы наша промышленность справилась с производством всего необходимого. Ну, производство производством. Главное, люди, вы уже оговорились, затронули эту проблему, это проблема дефицита кадров в регионах. Особенно, если это касается высококлассных, высокопрофессиональных специалистов. Как нам решать эту проблему? Наверное, в любом деле ключевой вопрос это все-таки кадры. Тот человек, который возьмется за дело и будет гореть этим делом. И, конечно, если мы говорим вот о привлечении высококвалифицированных специалистов в регионе, то, конечно, для них в первую очередь важно, где они применят, собственно, свои эти навыки и компетенции. То есть тут комплексная такая задача, вот это вот влияние на размещение производительных сил. Производительные силы – это не только машинное оборудование, а в первую очередь люди с их компетенциями. Поэтому в концепции этому уделяется внимание по многим уровням. С одной стороны, меры, очевидно, нужны для того, чтобы более эффективно использовать те ресурсы, которые есть в регионах. И в том числе за счет цифровизации производств, например, когда это позволяет нам сократить потребность в рабочей силе. Но более эффективно, более производительно использовать те ресурсы, которые есть. С другой стороны, комплексный подход к развитию образования в регионах для нужд регионов. Это и прогноз потребностей в кадрах именно с учетом той специализации, которая предполагается в каждом регионе. Ну вот, к примеру, возьмем Жодино. Там есть завод БелАЗ, есть Жодинский государственный политехнический колледж. Собственно, там и готовят прямо на месте специалистов, которые пригодятся и смогут применить свою силу прямо на заводе. То есть вот этот опыт тоже предполагается использовать в дальнейшем. Безусловно, и более эффективно даже использовать. То есть идет речь о том, что даже выносить кафедры, выпускающие вузов в регионы, чтобы это было именно привязано к тем производствам, собственно, для которых готовятся эти люди. И это позволит, с одной стороны, и кадры более эффективно готовить, а с другой стороны, дать ресурс для инновации на месте. Потому что молодой специалист, горящий там своей специальностью, он может и какие-то ноу-хау принести. То есть вот этот симбиоз. И опять же очень хорошо, когда студенты, обучающиеся, они же могут сразу же проходить практику на производстве. То есть одно дело, вот он в Минске учится, а предприятие, на котором он планирует работать, где-нибудь в Витебской области находится. А тут получается такой взаимодополняющий, выгодный результат, что человек приходит на предприятие, и он может понять лучше, что от него требуется. И с другой стороны, предприятие увидеть те золотые кадры, которые им подходят и готово предприятие взять. Вот это, конечно, такое, мне кажется, очень важное. Еще проблема, мне кажется, и уровень заработной платы. Вот мы можем посмотреть данные Белстата за июль. Номинально начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь за июль 2022 года. Но вот мы видим, что в Минске самый высокий уровень заработной платы по Минску 2265 рублей, а в области уже 1628. В регионах еще ниже. Это по области. То есть мы понимаем, что где-то в маленьком городке или даже в деревне будет и меньше, чем 1400. То есть вот как этот вопрос решать? Да, вот это один из индикаторов даже эффективности реализации концепции государственной политики регионального развития сокращения различий в уровне оплаты труда. Здесь, когда мы смотрим на статистические данные, очень важно объективно понимать, как это складывается. Если мы сравниваем Минск и с областными регионами, это не совсем корректное сравнение, потому что в областных регионах значительная доля занятых приходится на сельское хозяйство, в котором традиционно на зарплата пониже. Но с другой стороны, если мы, например, только аграрные районы возьмем и между собой сравним, увидим, что все-таки есть различия в одной отрасли. Вот в сельское хозяйство, например, аграрных районов, там будет разница в 2-3 раза между районами, которые эффективно работают, сельское хозяйство у них эффективное, и районы, в которых оно совершенно на каком-то уровне социальной гарантии. Хотя считается аграрным районом. Хотя считается аграрным, да. Точно так же по промышленности, которая в районах, если даже мы не берем там города, то там в 3 раза может быть разница. Конечно, весь вопрос, вот почему основное внимание прямо вот с самого начала в концепции уделяется реализации инвестиционных проектов, потому что уровень зарплаты, он зависит от того, какого качества экономика, да, какого уровня предприятия, насколько они производительны и позволяют платить людям достойную зарплату. Это касается и промышленности, и сельского хозяйства тоже, потому что мы видим сельское хозяйство тоже неоднородное. Есть образцовые хозяйства, да, где и зарплата достойна и повыше, чем в промышленности, а есть и те, которые требуют еще внимания. Наталья Геннадьевна, скажите, пожалуйста, а в регионах насколько развито внедрение и реализация стартап-проектов? Вот это модное сейчас направление. В Минэкономике значительное внимание уделяет этому вопросу, и, наверное, такой драйвер вот этого стартап-движения в Республике Беларусь. И эта тема, конечно, регионами очень положительно воспринимается. Причем, вот вы, наверное, знаете, да, стартап, вот эти проекты, которые там буквально вовлекают школьников в этот процесс, да, потому что, ну, формирование вот этого предпринимательского мышления, оно все-таки требует специальных каких-то усилий и помощи. И в чем и смысл этого стартап-движения, да. Поэтому, ну, сейчас, как бы, комплексы таких мероприятий, программ, они вот осуществляются в регионах в том числе. И, наверное, это один из аспектов, который может оставить, собственно, молодежь в регионах. То есть, когда человек видит, что его идеи воспринимаются там, где он живет, что их готовы подхватить и воплотить в жизнь, это, конечно, ему позволяет видеть перспективу своей жизни. Вернемся немножко еще к образованию. Государство гарантирует выпускникам учебных заведений первое рабочее место. Я сейчас говорю о распределении. Но как бы мы ни говорили про различные выносные кафедры, которые будут в регионах, в любом случае, если человек захотел учиться в Минске, и он приехал, отучился, он вкусил в столичной жизни, ну, не все хотят уезжать назад, не все рвутся либо назад, либо куда-то в глубинку. Вот как эту проблему решать? Чем нам заинтересовать молодых специалистов на местах? То есть не всегда даже распределение является гарантией того, что молодой специалист останется на этом месте, будет долго работать и пустит корни, так сказать, в этом регионе. Да, безусловно. Просто распределить человека и забыть о нем – это совершенно не гарантия, что он там уже останется. Здесь, конечно, важен комплексный подход. Вот с моей точки зрения, если человек получил образование в какой-то специальности, когда он приезжает на свое первое рабочее место, ну, ему важно видеть, что это уровень технологический, какое-то производство, да, достойные его ожиданий. Это условия труда, это жилье, то, что вот делается, да, мы не только распределяем, но и огромный пакет мер в помощи, в поддержку выпускников, молодых специалистов на местах, он государством предусмотрен. Это и компенсация затрат на жилье, если это найм, если это в сельских территориях, то и прям и дом могут предоставить, да, то есть уже бери и живи. Вот, что, мне кажется, очень важно, и на что направлена концепция, да, это вот этот аспект комфортного проживания. Это все-таки не только жилье и не только работа. Это вот и даже... Суциальная сфера. Да, даже сама атмосфера, скажем так, населенного пункта, где ты живешь, это до мелочей освещение, дороги, и то, что, кажется, в городе мы не замечаем, а в сельской местности бывает по-разному. Кроме того, социальная инфраструктура, ее доступность и уровень, да, то есть если молодой человек там создает семью, появляются дети, то важно очень, чтобы семья понимала, в каких условиях, какой уровень образования получат, как вообще это доступно, да, там, в обычной жизни добраться до детского сада, до школы. И успеть при этом на работу. И успеть на работу, да. То есть тут вот этот аспект дорожной инфраструктуры, транспортная инфраструктура. Кроме того, мне вот кажется, что для того, чтобы закрепить человека на месте, очень важно, чтобы он чувствовал перспективу, да, вот то, что, может, я уже затрагивала в какой-то степени, перспективы карьерного роста. И, кстати, если говорить о сельских территориях, где вот недостаток кадров, то возможность продвинуться по карьерной лестнице там реально выше, чем в городе, где конкуренция между специалистами. То есть там можно не только приобрести реальный опыт, когда, ну, трудные условия, да, там задачи решать приходится посложнее все-таки, чем в городах. И, с другой стороны, каждый специалист, если он активен, если он заинтересован, он может рассчитывать на поддержку и продвижение по карьере. Вот вы говорите, что в регионах вроде конкуренция ниже, да, но человек, по-моему, имеет возможность получать много навыков, да, то есть не ограничивается только своей специальностью. Но мы знаем поговорку, что лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стало. То есть здесь тоже есть вопросики по поводу развития. Вот если про колхозы, как раз тут любого молодого человека перспективного замечают. Вот. Ну, важный еще, знаете, вот такой момент, как мне кажется, доступность, да, вот тех возможностей, которые дает сейчас мир. То есть если вот говорить о предприятии, как закрепить специальность? Ну, на мой взгляд, важно все-таки, чтобы он не варился только внутри предприятия, предоставлять ему возможности обучения, там, выезда на какие-то форумы, мероприятия, там, города, зарубеж, это, ну, позволяет ему чувствовать себя причастным, да, ко всем тенденциям. И нужным, да. И нужным, да. Потом момент такой вот, в концепции он затрагивается, развитие местной инициативы. То есть когда люди, ну, хотят улучшить то место, где они проживают, их инициативы поддерживаются. Вот это тоже очень важно. Для того, чтобы человек, как говорится, пустил корни и, как это, заякорился вот на этой территории. Давайте ненадолго прервемся. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал. Там можно оставлять свои комментарии, предлагать нам гостей и смотреть приятные эксклюзивные бонусы только для наших подписчиков. Мы на связи. Это программа «Скажи, не молчи». Сегодня у нас в гостях директор научно-исследовательского экономического института Минэкономики Наталья Берченко. Наталья Геннадьевна, вот в предыдущей части вы говорили о том, что поощряется инициатива людей, живущих в регионе. Но ведь зачастую можно видеть и безинициативных людей. И не потому, что им нечего предложить. Они, наоборот, ждут, а заинтересуйте меня. То есть, а зачем мне проявлять инициативу, если государство мне прямо должно предоставить какие-то льготы и преференции? Есть такая проблема. Она, наверное, характерна, ну, в целом, для какой-то ментальности белорусского народа. Да, вот такое ожидание того, что кто-то даст. Надо сказать то, что вот в концепции эти меры ориентированы на привлечение инвестиций. То есть для тех, кто приходит в регион, или для предпринимателей, ну, или готовых, да, бизнесменов, которые готовы вот новое что-то создать. А как и чем заинтересовать инвестора, чтобы он захотел вкладываться в какой-то региональный проект? Ну, вот перед тем, как приступить к разработке концепции в рамках этой работы, проводилось большое исследование, насколько эффективны, насколько результативны те меры, которые вот в разных программах предлагались инвесторам, всякие льготные режимы, что из них срабатывает, что не срабатывает. И анализ показывает, что не столько даже льготы какие-то налоговые важны для инвестора, а больше какие-то процедурные вопросы. То есть решение вопросов с землей, предоставление имущества, быстрое прохождение там различных процедур, экспертизы, какие-то меры по созданию инфраструктуры. Вот это вот очень-очень важный момент, когда создается новое предприятие, требуется там дорога новая, повышение мощности электрической сети. И, конечно, не каждый инвестор готов там еще и вот этот аспект на своих плечах тянуть. Вот в этой части прям вот целый комплекс мер предусматривается концепцией помощи государства и такого взаимодействия эффективного, когда, с одной стороны, создает предприятие, площадки специальные, например, обустроенные для размещения предприятий. То есть за свой счет, за бюджетный счет, инфраструктуру все подводит. С другой стороны, есть механизмы там, где пока не ясна заинтересованность инвесторов, компенсации затрат на инфраструктуру. То есть инвестор за свои деньги делает, но предусматривается механизм, что ему будут возвращаться эти деньги там поэтапно. В части предоставления земельных ресурсов, ну вот целый шлейф сейчас уже предпринимается решение, и как бы более простые возможности получения земельных участков, прощенные какие-то процедуры, в части предоставления неиспользуемого имущества. То есть это вот такой комплексный подход. Поэтому те, кто ищет, где эффективнее использовать свои инвестиции, конечно, есть. Вы сказали, что государство за свои деньги, за свой счет создает и обустраивает инфраструктуру для того, чтобы инвесторы увидели эту, скажем так, красивую картинку. Но ведь может быть такое, что вот мы подготовились, пожалуйста, приходите, никто может не прийти, ресурсы потрачены, финансы затрачены. У нас вообще достаточно денег для того, чтобы создать эту красивую картинку и везде сделать развитую инфраструктуру до того, как к нам придет инвестор. Нет, конечно же нет. В первую очередь здесь речь идет о вот этих вот городах 80+, в которых уже есть потенциал, и они интересны и так для инвестора гораздо больше, чем там сельские территории удаленные. Поэтому сейчас вот выделены такие площадки, поэтапно идет их обустройство. Две пилотные, которые вообще позиционируются как такой пилотный проект, создание вот этой вот инфраструктуры с управляющей компанией, которая, собственно, будет заниматься предоставлением этих площадей для потенциальных инвесторов, управлять этими ресурсами на коммерческой основе. Это вот сейчас Национальное агентство инвестиций и приватизации в Брестской области, вот совместно с Брестским областполкомом разрабатывают эту вот концепцию, внедряют ее в жизнь. А с точки зрения вообще инфраструктуры, да, потому что, ну, многим инвесторам, например, когда мы изучали вот проблемы, да, почему там инвестиции не идут в регионы, говорят, что нужна инфраструктура качественная даже, там, например, дорога, что быстро можно добраться, да, там, до столицы, до областного центра, какого-то крупного города, решить вопросы по бизнесу, да. Да не только по бизнесу, да даже если это какое-то маленькое предприятие, оно производит какую-то даже, пускай небольшую партию продукции, но ее же надо удобно доставить. Да, да, совершенно верно. Вот это финансирование развития инфраструктуры, оно у нас осуществляется главным образом через государственные программы, тематические и государственную инвестиционную программу. И надо сказать, что вот в этом году, когда вот начались события там с санкциями, да, с одной стороны было проведено секвестирование бюджета, да, но в скорости, там, буквально там в апреле, в мае финансирование на инфраструктуру, оно было восстановлено, более того, в более полном объеме. Сейчас уже речь идет не о том, что денег нет, а о том, чтобы успеть до конца года их освоить. Вот такая задача. Если говорить о необходимости создания кластеров в регионах, то это действительно важный такой подход к комплексному развитию территорий, когда мы получаем эффекты от объединения усилий разных предприятий, их взаимодополняющего развития, когда сырье одних предприятий становится ресурсом для переработки других, и мы получаем такую комплексную длинную цепочку добавленной стоимости и выходим на рынок с уже готовым высокотехнологичным продуктом. Это такой взаимодополняющий подход, когда территории друг друга поддерживают и, собственно, общими усилиями получают импульс развития. Не является ли это достаточно затратным для государства, где-то в регионе создавать какое-то производство, пусть и с привлечением инвестора, но все-таки инфраструктуру-то обустраиваем за счет государства, нежели развивать это где-то в столице, где гораздо больше возможностей? Если мы берем в расчет только экономическую эффективность, безусловно, что создавать производство там, где уже есть концентрация экономических активов, она всегда эффективнее. Но в том и проявляется государственная политика регионального развития, что мы развиваем регионы, принимая во внимание не только экономический аспект, но и социальный аспект. Мы приближаем производственные ресурсы к тем местам, где люди проживают, чтобы действительно создать равные возможности для всех граждан в получении доходов и в возможностях самореализации. Давайте тогда обсудим еще тему городов-спутников. Города-спутники должны становиться экономически перспективными территориями с новыми рабочими местами и комфортным жильем, заявил министр экономики Александр Червяков. Давайте еще посмотрим, что это за города-спутники, это Держинск, Заславль, Логойск, Смолевичий, Фанеполь и городской поселок Рудинск. Генеральные планы городов предусматривают строительство жилья, социальных объектов, развитие инфраструктуры. Смотрим, что построят к 2025 году. При этом население городов-спутников планируется к 2025 году. В Заславле вдвое вырастет, в Логойске тоже практически вдвое, в Смолевичах вообще в 2,5 раза и так далее. В Рудинске мы видим, что огромные тоже планы по росту населения. Итак, что построят в городах-спутниках к 2025 году? Жилой район, проектируется больничный комплекс, не застройка, только проектируется. Опять жилой район, жилой район, жилой район, новый жилой район. А как же социальная инфраструктура, социальные объекты, там, скажем, поликлиники, сады, школы? Ведь все это население надо где-то... Лечить. Лечить, детей куда-то устраивать в заведения учебные. Ну, здесь, знаете, надо, конечно, больше понимать вот этот проект, весь застройки, потому что сейчас вообще-то принцип жилищной застройки, он комплексный, да, что сразу создается инфраструктура, там, торговая, социальная, вот, образовательная, физкультурные какие-то объекты. Это как бы в комплексе такое требование сейчас, поэтому тут... То есть, когда мы видим, что это новый жилой район, то это уже подразумевает, что это не только жилье. Это не значит, что просто дома, потому что всегда в жилищном районе предусматриваются вот объекты инфраструктуры. Ну, вообще, в последнее время уже очень многие склоняются к мысли о том, что пора переезжать в города-спутники, потому что, ну, порой человек работает где-то на окраине города, в районе Кольцевой, да, а добираться до места работы ему через весь город приходится там с тремя пересадками. Но существует еще такая проблема, что вроде бы и где-то в городе-спутнике и жить комфортно, и все там хорошо, и добираться быстро, даже быстрее. Но вот такой момент самолюбования, что ли. Ну и что, что я полтора часа добираюсь на работу, зато я столичный житель. Вот с этим чувством как бороться? Ну, вы знаете, мне кажется, сейчас тенденция меняется. Она меняется в каком плане? Вообще, вот эта вот такая тенденция развития агломерации городов, она, ну, характерна для всего мира. И в том числе вот для нашей страны это вот создание этих городов-спутников, это мой яркий пример. То есть с ростом, с развитием технологий, да, человек уже видит другие перспективы, он понимает, что он может и удаленно работать, что он может быстро добраться до инфраструктуры этой столицы, при этом не толкаться в метро там каждый день, и не стоять в очередях в поликлиниках. И надо сказать, что вот это не сегодняшнего дня такой интерес. Мы это наблюдаем, ну, например, еще вот в Витебском регионе, мы когда разрабатывали стратегию развития Витебской области, исследовали настроения разных групп социальных, или там, ну, в том числе вот IT, например, у нас, IT-сообщество, да, мы беседовали с людьми, вот насколько интересно вам жить в городе, в областном. Люди говорят, что мы готовы жить в деревне, нам только надо инфраструктура, и мы с удовольствием. И для IT-сообщества в первую очередь интернет нужен хороший. Да, интернет и дорога хорошая, чтобы быстро добраться там до аэропорта или куда-то, где он может там со своим заказчиком лично уже повстречаться. Вот, поэтому такая тенденция есть. И многие отмечают, что сейчас даже высокооплачиваемые специалисты, они стараются уже даже ни на льготы, ни на что, сами уезжают, там обустраивают свои дома, участки, и чувствуют себя комфортно. Но еще мне кажется, что вот пандемия, она как-то подтолкнула мир к пониманию, что большой город – это все-таки большие риски и технологические, и вот эти эпидемиологические. А с другой стороны, на собственном опыте мы убедили, что в принципе современные технологии позволяют и работать удаленно, комфортно, это не обязательно каждый день в офис ходить. То есть, ну, такой толчок цифровизации, о которой мы говорим, тоже положительный эффект, можно сказать, пандемии, что этот процесс ускорился. Поэтому я думаю, что это, ну, конечно, каждый выбирает по себе, кому-то важно именно статус столичного жителя, но все-таки это не такая сплошная какая-то, не сплошное мнение, люди по-разному смотрят. Айтишник приехал куда-то в деревушку небольшую, да даже в агрогородок. На ферме он не работает, поле он не пашет, не засевает, ни урожай не убирает. Он только, он занимается своими IT-технологиями. Какой толчок может он вот лично, да, даже своими потребностями? Речь идет не о том, чтобы это один какой-то там переехал. Тут вот такой есть подход, как IT-деревня, да, то есть когда вот сообщество единомышленников, вот они живут таким вот компактно, да, у них общие интересы. Это почему толчок? Потому что это спрос на другие услуги в торговле, на услуги там социальной какой-то сферы, да, то есть это другие запросы у населения. И сразу возможности развития предпринимательства вокруг обслуживания вот этого вот сообщества, оно тоже расширяется. Поэтому тут такой есть перспектива в этой идее. А может так случиться, что, допустим, все условия созданы, и инфраструктура, и хорошее предприятие, и зарплата неплохая предлагается, да, а рабочие руки так и не нашлись. Вот не поехали люди и все. Вот инвестор готов к таким рискам? Ну тут, конечно, риски есть, да. Тут мы можем только говорить о том, как мы можем поспособствовать, чтобы такого не было, да. Вот программа в концепции, она предусматривает помощь инвесторам в привлечении ресурсов, в обучении, например, да, специально вот под потребности нового производства государство готово компенсировать затраты на обучение. Не обязательно, чтобы люди прям переезжали в этот населенный пункт, жили тут за забором, да, у этого предприятия. Затраты на переезд, например, доставку трудовых ресурсов с прилегающих каких-то территорий, соседних районов. Это тоже вот предусматривается в концепции компенсация затрат инвесторам. Ну, конечно, гарантировать, что таких случаев не может быть, ну, тут мы не можем. Но, по крайней мере, государство готово содействовать, да, всяческими мерами, чтобы вот это решить эти вопросы. Но пока таких случаев еще не возникло. Ну, пока я не знаю. Я думаю, что, понимаете, если сельская территория с небольшим уровнем оплаты труда, и тут вдруг появляется производство, конечно, это каждое производство очень востребовано теми жителями, которые проживают. На работу, как на праздник. Сейчас давайте ненадолго прервемся, после небольшой паузы вернемся в эту студию. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал, скажи не молчи, оставляйте свои комментарии, предлагайте нам гостей. А все наши выпуски ищите на YouTube-канале Беларусь-1. В эфире снова «Скажи не молчи» и у нас в гостях кандидат экономических наук Наталья Берченко. Наталья Геннадьевна, насколько сильно санкции повлияли вот на эти планы по развитию регионов? Ведь очень многое же было завязано, скажем, на наших теперь уже недружественных странах. Конечно, эффект для регионов есть, ощутим. Достаточно сказать, что воловой внутренний продукт страны, он вот сейчас с таким минусом, минус 4,8%. Естественно, что в регионах это все, собственно, и происходит. То есть в Минской столичной области падение наибольшее, это почти 10%, в Брестской области меньше всех, 3,6%. И тут вот, наверное, это подчеркивает, да, насколько важна все-таки ориентация на собственные ресурсы. Брестская область, она у нас максимально ориентирована на переработку сельскохозяйственного сырья и наибольшим запасом прочности в этих условиях, вот как показала практика, обладает. А Минская область, где такие экспортоориентированные предприятия, на которые наложены санкции, конечно, тут вот существенно сейчас просело. Но с другой стороны, мы явно видим, что вот этот вот спад, который был в апреле, мае, сейчас уже тенденция другая. То есть приостановилось это падение. Это вот говорит о том, что предприятия уже переориентировались, они находят новые возможности, транспортно-логистические каналы новые, осваивают и перенаправляют свою продукцию. И также по инвестиционным проектам. Те проблемы там с поставкой оборудования, предприятия ищут альтернативы. Они их находят, они там турецкое оборудование, китайское, российское. Тело, ну, приостановилось реализация проектов, но это не безвыходная какая-то ситуация, то есть ищутся альтернативы. На ваш взгляд, как экономиста, то, что вот этот спад произошел и с плато пошел рост, на это ушло буквально пара месяцев. Это говорит о хорошей работе нашей экономики? Ну, на мой взгляд, это, безусловно, хорошая работа. Тут работа слаженная. Правительство, всех ведомств, предприятий, буквально в таком ежедневном режиме, вы знаете, что создан буквально был сразу организационно-ситуационный штаб при правительстве. И вот эта рука на пульсе, что называется, каждого предприятия, принятие мер в каждой сфере, где есть проблемы, она, конечно, сказывается. В противном случае, если бы не было этой слаженности, то этот процесс мог бы растянуться на долгие годы, и спад бы был, собственно говоря, бесконечным, можно сказать. Конечно, да. Тут именно предприятия чувствуют поддержку, возможности им постоянно об этом. Но и сами же шевелятся, они же не только на бесплатном случае. И сами шевелятся, да. Тут совершенно верно, что это работа такая со всех уровней. Всех интересовало. Наталья Геннадьевна, немножко обсудим международную повестку. На фоне событий в Украине появились такие суждения, что весь мир ждет голод. Ну, есть уже суждения, что прям Европа уже голодает. Вот скажите, пожалуйста, так ли весь мир зависит от украинского урожая? Украина экспортоориентированная страна в мире, да. Если вот называть цифры, то экспорт пшеницы, да, это где-то 10% мирового рынка на Украину приходился. Первое место по экспорту подсолнечника. Третье место, по-моему, по экспорту кукурузы. Это где-то там 13-15% мирового экспорта. То есть это, в принципе, значимая доля. Но надо сказать, что вот эти суждения, что прям вот Украина совсем повлияла на какие-то угрозы голода, далеко не так. Во-первых, Украина, несмотря на то, что сложная вот эта ситуация, в ней ведется сельскохозяйственная деятельность. И вот по оценкам Министерства аграрной политики, по-моему, у них называется, на 20% урожай будет меньше, чем в прошлом году. То есть только на 20%. Это не критично. То есть перспективы на сбор урожая там сохраняются. Другое дело, что логистические вот эти каналы, конечно, наиболее эффективны они были морем. И тут вот важно их восстановление. Если говорить о ситуации в мире, вот на продовольственном рынке, то тут даже больше, наверное, повлияло в этом году засуха во многих странах была мощнейшая. С другой стороны, там муссонные дожди. Там вот, по-моему, в Пакистане там залило и потерян урожай в значительной степени. Уже Пакистан обратился за помощью даже. Да, да. То вот это, конечно, если вот мы про текущий период говорим. А угроза голода больше, наверное, даже возникает в связи с тем, что на фоне того, что наложены санкции на Беларусь, дорожали удобрения. Ну вот мы, например, пятую часть калийного рынка удобрений приходится на Беларусь. Там 21%. И, конечно, на фоне большей цены, то, что вот в этом периоде не будет вложено достаточно удобрений в землю, конечно, в 2023 году можно ожидать значительное падение объемов производства. Вот это, наверное, большая угроза даже, чем там, что Украина чего-то недопоставит. А чем мы можем помочь миру в плане продовольствия? Вот Беларусь конкретно. Ну, Беларусь занимает на рынке молочной продукции значимую долю. Наши возможности экспортные, они, наоборот, возросли. То есть вот если мы по итогам полугодия смотрим, в июне месяце, то в полтора раза возросли объемы поставок продовольствия в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года, 2021 года. Но это больше за счет роста цены. Мы перенаправляем свои поставки, у нас продовольствия берут с удовольствием, у нас рынок России, Китая, других стран вот этих вот дружественных, он, наоборот, растет. Чем мы можем помочь? То есть покупайте наши товары. У нас как бы резервы еще поставить больше есть. А с другой стороны, калийные удобрения, ну вот чем мы можем помочь? Опять же, покупайте калийные удобрения. А санкции как же? Ну вот, санкции, так это же выбор, как говорится, не нашей страны. То есть мы готовы, мы готовы сотрудничать со всеми, как говорит глава государства. Мы ни от кого не закрываем возможности сотрудничества. У нас был лидер либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, и он говорил про калийные удобрения, что ему звонят его зарубежные, скажем, друзья, коллеги, партнеры, и говорят, что мы готовы у вас покупать как угодно. Помогите покупать нам калийные удобрения, там, за деньги, в мешках. Ну то есть они сами закрылись и сейчас не знают, что с этим делать. Политика политикой, а бизнес бизнесом. То есть бизнесу нужно как-то выживать. В принципе, ну продовольствие, понятно, калийные удобрения, но вообще в прежних же объемах мы сейчас не можем торговать, да, вот как это было до введения санкций. Как вот эту проблему решать? Ну вот анализ показывает, вот как мы говорим, что восстанавливаются какие-то темпы роста и производства, что основная сейчас проблема, это вот именно транспортно-логистические вот эти возможности удлинения цепочек, ну и возможности инфраструктуры. Сейчас по оценкам, да, замещены эти возможности где-то на 60%, то есть нашлись решения. Но для того, чтобы дальше мы могли более свободно предлагать свою продукцию миру, конечно, важна реализация вот этих инфраструктурных проектов. Строительство порта, собственно. Сейчас вот мы через 9 портов России там торгуем, это вот и на Балтике, и на юге. Но собственный порт, это, конечно, другие возможности. Наращивание возможностей инфраструктуры железнодорожной в России, это вот эти интеграционные совместные проекты. В Беларуси важно в них, конечно, поучаствовать и использовать эту инфраструктуру вот для этих дальних перевозок. Поэтому, ну как бы, решения, они находятся. Другое дело, что время, да, нужно время для того, чтобы это реализовать. В финале задаем вам такой вопрос. Были ли готовы эксперты к такому развитию событий? И есть ли в вашем институте аналитики, которые способны прогнозировать различные варианты? Очень мало экспертов в мире были готовы к такому развитию событий, даже там высочайшего уровня. Организации, которые строят прогнозы международные, они пересматривают эти прогнозы, там могут и два раза в неделю их поменять. Вот. Но что касается нашего института, конечно, наша специализация, собственно, на том, чтобы разрабатывать прогнозы социально-экономического развития. И концентрация экспертов, она настолько уникальна, что это, вот, конечно, дает возможности с разных сторон смотреть на ситуацию. Мы прогнозируем и экономико-математическими методами модели используем, и такими производственными методами, да, когда снизу вверх, собственно говоря, считается. И вот эта вариантность расчетов, она не только этого года подход. Это ключевой методический подход, который используют НИИ при обосновании каких-то сценариев развития событий, подготовке ежегодных прогнозов. Да, это основная функция нашей помощи в Минэкономике. Поэтому вариантные расчеты у нас, конечно же, есть. Они широкий спектр имеют. Это и влияние каких-то тенденций, там, оценки развития мировой экономики, стран-партнеров. Это и курсы валют, как они будут складываться. И это и стоимость, прогнозные какие-то оценки по стоимости основных ресурсов, импортируемых и экспортируемых нашей страной. Это и какие-то возможности спроса внутреннего, внешнего по доходам населения, по инвестиционным возможностям и перспективам притока инвестиций в нашу экономику. Это вот такое моделирование, оно, конечно, предполагает и на выходе получаем мы массу вариантов. А было в одном из вариантов такое предположение о том, что евро будет стоить дешевле доллара? Вот такого, наверное, не было. Это, видите, жизнь подкидывает варианты, расширяет поле экспертных. Ну, уже же разрабатываются варианты, как из такой ситуации выходить. Варианты рассматриваются, но самое главное сейчас подход, что все-таки планирование должно быть целевым. Модели моделями, но когда мы четко просчитываем, какие предприятия смогут интегрироваться в рамках союзного государства, то есть какие перспективы для них открываются, где будут реализовываться эти проекты интеграционные, какие мощности можно нарастить в связи с тем, что открываются какие-то возможности экспорта более широкого в Россию, или там Китай заинтересован. То есть такой вот расчет производственный, когда мы ставим цели и четко видим, что это за проект, какой его эффект для экономики, он сейчас более эффективен, чем вот такие вот модельные предположения. Ну и утверждение прогноз «дело неблагодарное» – это не про ваш институт, ну, разве что кроме евро. Наталья Геннадьевна, спасибо вам большое, что пришли к нам на программу и пролили свет на многие экономические аспекты. Мы будем надеяться, что наши регионы будут развиваться ускоренными темпами. В том числе благодаря концепции, которая разрабатывается вашим институтом и вами непосредственно. Спасибо большое. Финал нашей программы, как всегда, принадлежит гостю, так что мы, Татьяна Щербина и Светлана Смолонская, прощаемся с вами до следующего эфира. До свидания. А сейчас говорит Наталья Берченко. Я хочу сказать, что самое главное, чтобы мы активно относились к своей жизни, видели возможности именно на том месте, где мы сейчас находимся. И, наверное, все в наших руках – это действительно девиз, который позволяет реализовывать эти возможности. Спасибо и всем успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!